Я верю, что мы живем в один из наиболее ответственных моментов для христианской церкви. Нужно, чтобы буквально каждый человек исполнил свое предназначение. Для церкви пришло время осознать, весь мир ожидает то, что можем дать только мы, верующие в Бога. Я Джон Бивир. Добро пожаловать на передачу «Посланник». Мы говорим о непреклонной силе, которая нужна вам для того, чтобы никогда не сдаваться. Я хочу открыть одно местописание в переводе «Послание» Матфея, 10 глава, 22 стих. Это слова Иисуса. Иисус говорит следующее. «Не бросай, не сдавайся». В итоге оно будет стоить того, что ты заплатил. Отличный стих, не так ли? Это Матфея, 10, 22 в переводе «Послание». Я хочу прочитать еще раз. «Не бросай, не сдавайся. В итоге оно будет стоить того, что ты заплатил». Никто не может заставить вас бросить начатое. Только вы принимаете это решение. Я хочу, чтобы вы подумали об этом. Никто. Никто не может заставить вас бросить это. Бог этого не хочет, а дьявол не может. Вы единственный, кто может принять решение бросить все. Награда преодолевшего намного больше тех трудностей и проблем, с которыми мы сталкиваемся. Награда в этой жизни и в следующей. Как сказал Иисус, в итоге оно будет стоить этого. Иисус также говорит нам об одном очень неприятном факте, который произойдет в последние дни. Он сказал, «Многие сдадутся». Матфея 24, 10. Эти слова сокрушили его сердце. Люди, которых он так сильно возлюбил, люди, за которых он заплатил невероятную цену, за которых он отдал свою жизнь, к сожалению, сдадутся в последние дни. Самое грустно то, что Бог дал нам свою невероятную благодать, и не просто, чтобы провести нас через трудности, но чтобы выйти сильнее, умнее, чем до того момента, как мы вошли в трудности или волнение. Многие сдадутся из-за неправильного взгляда на жизнь и обстоятельства. Это может проявляться в различных формах, но чаще всего это будет компромисс. Компромисс — это антоним слова «непреклонный». Вспомните то видение, о котором я рассказывал ранее. Человек в лодке налегал на весла. Он налегал, 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 налегал и плыл против быстрого течения реки, чтобы увидеть назначение своей жизни, чтобы распространить Царство Божье, он должен был налегать на весла и плыть против течения мира. К сожалению, этот человек в итоге поднял весла, потому что у него больше не было сил. Силы — это его вера. Позвольте мне сказать вам что-то. Бог дал вам веру, чтобы пройти через все трудности и проблемы, которые только будут в вашей жизни. Он дал вам все, чтобы пройти через любые проблемы, с которыми вы можете столкнуться. Аминь? Чтобы ходить с Богом, являть Его Царство и отделять себя ради Него, нужно двигаться против течения мира. Перед тем, как апостол Павел принял мученическую смерть, он предвидел наши дни и написал своему ближайшему ученику, Тимофею, и сказал следующее. Это последнее послание, которое написал Павел перед тем, как ему отрубили голову. Во втором послании Тимофею, 3 главе, в переводе Живой Библии, он сказал, Тимофей, в последние дни будет очень сложно быть христианином. Я хочу, чтобы вы подумали об этом. Павел сказал, что в те дни, что мы с вами живем, будет очень трудно быть христианином. Почему так? Мы изучали жизнь Павла на предыдущем уроке и видели те проблемы, через которые ему пришлось пройти. Он был побиваем камнями. Он потерпел кораблекрушение. Его били палками. Его пять раз били плетьми. Вы знаете, что делали, когда били плетьми? Людей привязывали к столпу. К столпу наказания. Обвязывали запястье веревкой, чтобы наказуемые стояли на носках. Это делали для того, чтобы наказуемые растягивали спину, так, чтобы плети разрезали кожу. 39 ударов в пяти различных случаях. Павла били палками. Почему его били палками? Чтобы у него ломались кости. Я никогда не забуду, как строил свой дом во Флориде. Знаете, спорт был важной частью моей жизни. И все еще остается. Мой отец был мастером на все руки. Моя жена очень грустила, что не получила даров моего отца. И не стала мастером на все руки. Потому что, честно говоря, я не особо хорошо справляюсь со всеми такими вещами. Я помню, как хотел доказать жене, что я мастер на все руки. Мы делали комнату в нашем доме во Флориде. И один из моих работников, который был отличным плотником, прикреплял изоляцию в доме. Для этого мы использовали строительные пистолеты. Знаете, такие. Нажимаешь на курок, и гвоздь входит в дерево. Так вот, я взял его не с той стороны. И помню, как нажал курок, и гвоздь пробил мне кость на пальце. И я сразу закричал, «А-а-а!» Намного громче, конечно. Это было невероятно больно. Боль была такой сильной, что я просыпался посреди ночи. Я никогда не забуду, как через шесть недель я едва мог двигать своим средним пальцем. Я посмотрел на человека, у которого было медицинское образование, и спросил, «Я что, буду ходить так до конца жизни?» А человек сказал, «Нет, ты просто раздробил кость, и поэтому у тебя сильная боль». Вот почему Павла били палками, чтобы он чувствовал такую боль по всему телу. Но затем Павел смотрит на мои дни, ваши дни, и говорит, «Это будет самое сложное время в истории для того, чтобы быть христианином». И у меня возникает вопрос, «Почему мои дни, ваши дни, сложнее его?» Он говорит, что люди будут эгоистичны, хвастливы, тщеславны, оскорбительны, непослушны родителям, неблагодарны, атеистичны и злы, немилостивы, клеветники, жестокие, злы, будут ненавидеть добро, безрассудны, напыщены. Я читаю этот список и думаю, «Хорошо». Но такими же были люди в его дни и в его обществе. Ведь сам Петр говорил, «Избегайте извращенного рода сего». Во времена Павла, люди, которые не были христианами, были эгоистичными, жадными, хвастливыми, они были тщеславны, оскорбительны, непослушны родителям. И я все равно не понимаю, почему же это самое сложное время для того, чтобы быть христианином. Потому что таким было его общество. Но Павел дает нам ответ. Он говорит об этом в следующем стихе. Они будут вести себя, словно они религиозны или рождены свыше, но они будут отвергать силу, которая может сделать их благочестивыми. Иначе говорят. Павел говорит, что эти все характеристики будут не в обществе, а среди тех, кто называет себя христианином. Они будут отрицать силу благодати, которая может сделать их благочестивыми. Проблема возникает в тех верующих, которые компроментируют истину. Павел вместе с другими авторами Нового Завета говорит о том, что значительное число рожденных свыше христиан не будут стоять в Божьей благодати в последние дни. Соответственно, они не будут являть образ Христа. Они отвергнут силу благодати, которая способна отделить их, как членов церкви, и утвердить их в том, что они спасаются по благодати. Это те, кто поднял свои весла. Кроме того, в этом видении были большие корабли, на которых собрались люди. Все они пошли на компромисс. Все они стояли на этих кораблях и говорили, «Эй, мы спасены по благодати! Кровь Иисуса позаботится о нашем наказании, но они продолжали жить так же, как и мир». Фактически, они уверовали в трансформационное Евангелие. Их единое убеждение делает обман еще более сильным и убедительным. Они обманывают не только себя, но и ведут других тому же через свой образ жизни, свое учение, что приводит к тому, что многие верные притыкаются. Вот почему это самое сложное время для того, чтобы быть христианином. Этот тренд говорит о спасении без проявления измененной жизни. Мы живем практически так же, как и до того, как покаялись. И теперь мы часть клуба. Мы больше не являемся непоколебимыми в повиновении истины. И когда Иисус говорит о последних днях, Он предупреждает нас о том же. Он говорит, «Грех распространится повсюду, и во многих охладеет любовь». Но те, кто выдержат, будут непреклонны до конца спасутся. Знаете, грех был повсюду во дне Иисуса. Чем же отличаются наши дни? Он говорит о церкви. Когда Он говорил, что грех будет повсюду, то говорил и о верующих тоже. Во многих охладеет любовь. Претерпевшие до конца спасутся. Я знаю, что Иисус говорит к церкви, потому что нельзя сказать язычнику, который никогда не слышал Евангелие. «Если претерпишь до конца, то спасешься». «Если дотерпишь до конца, то спасешься». Ключевое слово, которое использует Иисус, «перетерпеть». Если приходится терпеть, то значит вас ждет сопротивление или трудности, которые будут мешать вам поступать поистине. Мы должны быть непоколебимы, чтобы хорошо закончить. Вы со мной? «Да». И эта тема продолжается дальше в послании Павла к Тимофею. Он продолжает говорить об этом, потому что после того, как ты пройдешь трудности, тебя ждут обманщики, которые будут идти от плохого к худшему, обманывая себя и других. Но ты должен продолжать стоять в истине, которая тебя научила, и твердо веровать. Вы обратили внимание на то, что обманщики будут обманывать не только других, но и себя? «Прибывай в истине». Я хочу, чтобы вы записали это. Те, кто смотрят этот урок, запишите себе «Прибывай в истине». Она постоянно во времени, и культура не влияет на нее. Противоядие, которое Павел дает этому молодому человеку, «Прибывание в истине». Позвольте мне прочитать еще раз. Но ты, Тимофей, должен продолжать стоять в истине, которая тебя научила, и твердо веровать. План мира состоит в том, чтобы заставить нас следовать моде, но она ведет лишь к обману. Поэтому Павел продолжает свое послание к Тимофею и говорит следующее. «Ты с самого начала был обучаем в истине. Тебе дали мудрость принять спасение, которое приходит по вере в Иисуса Христа». Все Писание Бога духовновенно и полезно для того, чтобы научить нас, что такое истина, чтобы понять, что не так в нашей жизни. Она выпрямляет нас и учит поступать правильно. Это Божий способ приготовления нас ко всему, на всякое доброе дело, которое Бог задумал для нас. Позвольте мне выделить две вещи, которые написал Павел. Во-первых, Писание. Все оно Богодухновенно. Вы со мной? И затем он говорит, «С детства, Писание — это истина, которая превыше времени и культур». Я могу с уверенностью сказать, что когда я был маленьким, культура была совсем другой. Но истина Писания не изменилась с того времени, как я был ребенком. Мы стали чувствительны к ищущим в наших методах. И это хорошо. Но вы не можете быть чувствительны к ищущим в истине. Потому что Павел сказал, «Если будешь искать, как угодить людям, то ты больше не слуга Христа». И когда мы меняем наше послание для того, чтобы угодить людям, мы сразу же оставляем свое призвание быть слугой Христа. Иисус называет себя камнем преткновения, краеугольным камнем, а мы уменьшили его до маленькой щебенки, через которую каждый может переступить. Он больше не камень преткновения, не краеугольный камень. Знаете, истина должна вызывать конфронтацию, должна атаковать, и благодаря этой атаке мы становимся полноценными. Потому что мы меняем свое безумное мышление и приводим его в согласие с Богом, с мышлением Царства Божьего. Но проблема в том, что многие проповедники стали бесхребетными. Они не смело говорят истину. Они не говорят ее в любви. Они предпочитают поддавать свое послание влиянию моды. Вы со мной? Многие из нас думают, что на этом повествование Павла заканчивается. Но это было одно длинное письмо. Потому что следующее, что он говорит после того, как вспоминает о Писании, в котором Тимофей обучался с юности, это слова «Тимофей, я заклинаю тебя». Послушайте, это очень серьезные слова. Позвольте мне объяснить вам все. Павел не мог дать ему более сильного указания. Он сказал, «Заклинаю тебя перед Богом и Господом нашим Иисусом». Вы можете представить себе, как вы говорите человеку, «Я повелеваю тебе перед Богом и Господом нашим Иисусом». Я не могу представить себе слова сильнее этих, которые будет судить живых и мертвых. Итак, он добавляет суд к этому призыву. В явлении его и царствии его «Проповедуй слово». Он только что говорил о Писании, о том, что все Писание Бога духовное, и теперь он говорит, «Я заклинаю тебя, проповедуй слово». Он не говорит «Приць». Павел не говорит «Проповедуй философию», «Проповедуй принципы лидерства», «Мирские принципы лидерства». Он не говорит «Проповедуй принципы личного роста или любые другие вещи, которые зависят от времени». Он говорит «Проповедуй Писание, которому нет конца». «Проповедуй слово во время и не во время, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием, ибо будет время. Поверьте мне, оно уже пришло. Когда здравого учения, доктрины, принимать не будут. Что значит учение или доктрина? Доктрина — это основное учение. Это основополагающее учение, которое держит все вместе. Вы со мной? Он говорит, что наступит время, когда они не будут принимать здравого, основополагающего учения, основного учения, которое держит все вместе, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые листили бы слуху и от истины отвратят слух и обратятся к басням. Вот почему это будет самое трудное время, чтобы быть христианином. Сейчас считается нормальным, что служитель Большого Собрания может встать и заявить, что он гомосексуалист, и при этом в ответ получит аплодисменты от всего зала. Я видел это своими глазами. Другой может сказать, что исцеление — это не Божья воля, и люди поверят в это. Это прямо как в Писании. Другой может выйти с книгой и сказать, что в итоге все человечество окажется на небесах, и что никто не будет гореть в вечном огне и станет настоящей рок-звездой среди христиан. Третий начнет оспаривать непорочное зачатие и возвращение Иисуса, и при этом его будут принимать другие верующие. Вот последняя статистика, которую дала Барна. Только 46% рожденных свыше христиан верят в абсолютную моральную истину. Более 50% евангельских христиан верят, что люди могут попасть на небо другими путями, не только через жертву Иисуса Христа. Только 40% рожденных свыше христиан верят, что сатана — реальная личность. Поэтому нет ничего удивительного в том, что люди не сопротивляются дьяволу. Как такое может быть? Ответ находится в послании Павла к Тимофею. Они не были непоколебимы в истине. Основа Евангелия повторяется снова и снова. Иисус умер, чтобы мы попали на небеса. Но мы люди, и Бог понимает наши желания и сексуальные предпочтения. В последнее время стало популярно учение об отсутствии нужды в покаянии. Множество верующих с радостью слышат, что им не нужно принимать праведное сожаление о грехе и исповедании их перед нашим защитникам, потому что они уже были покрыты благодатью. Я слышал, как хвалились принявшие это учение о том, каким легким и приятным оно является. Но если это индикатор истины, то любое учение, что дает облегчение плоти, должно быть истинным. Вы все помните, с какой радостью люди приняли учение о Аарона, о Тельце, который давал им желаемые сексуальные утехи. Это не был Ваал или какой-то другой египетский бог. Поэтому я хочу задать вопрос учителям, которые говорят, что больше нет нужды в покаянии. Иисус тогда, выходит, ошибался, когда сказал, «Пяти из семи церквей в книге Откровения покаяться». Иисус, похоже, ты не понял. Ты уже не вписываешься в культуру и в моду. Мы живем в эру благодати. Почему ты говоришь этим церквям покаяться? Вы все еще со мной? Выходит, что мы выбрали для себя учителей, которые ушли от здравой доктрины. Многие чувствуют обличение Духа Святого, когда только начинают флиртовать с компромиссом. Но из-за огромного количества людей, что течет против течения, из-за больших кораблей, большинство в итоге закрывало свои уши к Духу и оглохло. Должно ли это удивлять нас? Нам было сказано о великом отступничестве, которое произойдет в последние дни. Павел написал, «Пусть никто не обманет тебя, ибо этот день, день Господень, не придет, пока не произойдет отступничество, пока не сбудется великий отпад тех, кто называл себя христианами». С другой стороны, нам также рассказали о поколении чемпионов, которое восстанет в то же время. Этих чемпионов, в первую очередь, называют сыновьями и дочерьми, так что это молодое поколение. Потом их называют «слугами» и «служанками». Их называют «молодежью». И знаете, что станет сценой действия для этих чемпионов? Великие напастия, компромиссы. То время, которое называли самым сложным для того, чтобы быть христианином, станет основой для этих непоколебимых чемпионов, непоколебимых верующих. Дорогие воины, я обращаюсь ко всем вам. Я надеюсь, что вы станете одним из этих чемпионов. Не имеет значения, какие трудности стоят у вас на пути. У вас будет средство, чтобы подняться на следующий уровень правления. Иаков пишет, что Бог благословит вас, если вы не сдадитесь, когда ваша вера будет испытуема. Он вознаградит вас славной жизнью. Посмотрите на Иосифа, как на пример, с другой стороны. Не думайте, что Бог откажется от вас. Послушайте эти слова из 1-го послания Коринфянам 1-й главы 9-го стиха. Бог, который помог вам начать это духовное приключение, поделился с нами жизнью Своего Сына и нашего Господа Иисуса. Он никогда не откажется от вас. Никогда не забывайте этого. Аминь. Какова награда за то, что мы будем верны до конца? Я говорил об этом в 16-й и 17-й главе. Поверьте, вам нужно прочитать их. У меня нет времени проповедовать об этом. Но я скажу вам словами Иисуса. Иисус сказал в Откровении 2-26. «Вот награда, которую я даю всем побеждающим, всем, кто придерживается начатого, и кто отказался бросить начатое. Вы будете править народами». Не только в будущем веке, но и в этой жизни. Все, кто принял благодать Божью, будут царствовать в жизни во Христе. Павел цитирует обетование Иисуса. Он говорит во 2-м Тимофею 2-12. «Если терпим, то с ним и царствовать будем». Не уставайте делать хорошее. Не впадайте в отчаяние и не бросайте начатое, потому что в свое время пожнем урожай благословений. Это Галатам 6-я глава, 9-й стих. У вас есть сила, чтобы никогда не сдаваться. Это благодать Божья. Она не может подвести вас. Поэтому бегите с уверенностью за своим призом, божественным назначением, отношением, времени или всей жизни. Вы призваны побеждать и царствовать. У вас есть привилегия пережить исполнение, которое идет от вашего терпения. Вы будете выделены для того, чтобы прославлять царя. Это чудесная награда. Поэтому помните, что сказано в 27-м Псалме, 14-м стихе. «Будьте с Богом! Не сдавайтесь!» Я скажу еще раз. «Будьте с Богом! Будьте непоколебимым верующим!» Да благословит вас Бог! Я надеюсь, что вам понравилось. Аминь! 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 Я Джон Бивир, и я хочу поговорить с вами о непреклонности, той силе, которая нужна вам, чтобы никогда не сдаваться. Знаете, то, как вы закончите свою жизнь, имеет огромное значение. На самом деле, конец имеет большое значение, чем начало. Иисус явно сказал об этом. Книга Экклесиаста говорит об этом. Многие верующие не дойдут до конца в последние дни. Библия говорит об этом. В ней сказано, что в последние дни многие отпадут от веры. Почему? Я путешествовал по всему миру более 20 лет. И мое сердце страдало от понимания того, сколько людей уходят из церкви, отходят от веры, продолжая говорить, что являются христианами, но при этом утратили всю силу и огонь. Почему это происходит? Я скажу вам почему. Потому что они не готовы страдать. Именно в этом и заключается сила непреклонности. Подумайте об этом. Вы входите во враждебную среду. Там летают пули. Люди ходят с оружием. Вы идете туда, и в вас попадает пуля. Сколько времени вам нужно, чтобы восстановиться после ранения? Месяц? Год? Но что если перед тем, как идти туда, вы наденете бронежилет. Допустим, когда вы зайдете на вражескую сторону, в вас или в ваших людей попадает пару пуль. Бронежилет не даст пулям проникнуть в вас. Я хочу задать один вопрос вам, лидеры. Возможно, вы отец или мать, пастор или лидер какой-то организации. Большинство людей, к которым я сейчас обращаюсь, должны быть лидерами, потому что Бог говорит, что мы голова, а не хвост. И вот какой вопрос я хочу задать вам, как лидеру. Хотите ли вы оснастить свой народ, выдав им духовные бронежилеты? Бог говорит, что его народ попал в плен. Он ранен из-за недостатка знания. Готовы ли вы уделить время, чтобы дать это знание тем, кого вы любите, чтобы они смогли приготовиться к трудностям? Я верю, что это послание укрепит вас. Оно приготовит вас к тому, что может преподнести вам жизнь. Мы должны ясно понять, откуда приходят испытания и гонения. И тогда вы сможете правильно противостоять врагу. В Римлянам 5.17 сказано, что все те, кто принял Божий избыток благодати, призваны царствовать в жизни. Люди, которые не готовы страдать, которые не подготовлены к страданиям, в итоге оказываются на обочине. Я желаю, чтобы Церковь Иисуса Христа в Америке и во всем мире поднялась и стала сильной. Я верю, что послание о непоколебимом духе — это инструмент от Бога, который приготовит нас к будущему. Я хочу, чтобы вы стали непоколебимыми верующими. Я хочу, чтобы вы стали непоколебимыми верующими. Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо, что смотрели программу «Посланник». Надеемся, что вы получили ободрение и укрепили северие. Чтобы больше узнать о материалах нашего служения, о программах и расписании служений Джона и Лизы, посетите наш сайт messengerinternational.org. Субтитры создавал DimaTorzok